Давайте начнем. Яна Борисовна Мизулина, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Совета Федерации. По приветствию она у нас сегодня присутствует. Мы приветствовали в стенах одного из старейших узов Российской Федерации. И очень признательно ей, что она нашла время, возможность встретиться с нашим коллективом, с нашими студентами. Я долго, наверное, говорить не буду, характеризовать ее тоже не буду. Вы знаете о ее деятельности, о том, что она очень активная, и ее многие действия вызывают большой общественный резонанс. Я вот приличный сам, очень даже считаю, что такие люди должны быть у нас. Тем, чем она занимается, причем проблемные, семейные нравственные ценности в нашем обществе, это фундаментальные, в общем-то, ценности в обществе. И поэтому я лично, например, считаю, что она делает огромную и нужную позитивную работу. И поэтому, долго не говоря, хочу предоставить слово Елене Борисовне Мизулиной. Елена Борисовна, пожалуйста. Насколько я знаю, здесь достаточно много юристов, поэтому я, можно так сказать, нахожусь в своей профессиональной среде. Я не могла не быть здесь, поскольку 32 года назад, именно здесь, в специализированном совете, который возглавлял доктор наук, профессор Малков Виктор Павлович, я защищала диссертацию на соискании ученой степени кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс. Именно с того момента началась моя юридическая, научная деятельность, потому что после защиты кандидатской диссертации я из областного суда в Ярославле перешла на преподавательскую деятельность и открыла для себя в библиотеке Ярославского государственного педагогического университета, который в то время выпускал учителей истории и права, три курса преподавалось право фактически по всем отраслям в университете, открыла редкий фонд Демидовского юридического лицея. Почти полностью сохранившаяся библиотека Демидовского юридического лицея оказалась в моем почти идеологичном распоряжении. И вот сравнение тех работ, первоисточников, законов, истории судебной реформы XIX века оказало очень большое влияние на мою последующую научную деятельность. И написала ряд работ, теорию уголовного процесса или новую философию уголовного процесса. Книги и диссертация докторская назывались «Уголовный процесс. Концепция самоограничения государства». Я встретила в те годы, это были 80-е годы, очень большое сопротивление в научной среде, потому что в моих диссертациях и книгах не было ссылок на материалы съездов, на марксизм, марксистско-ленинские источники, ибо я говорила, что об уголовном процессе ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не писали. И у меня было пять предзащит, удачных в Таллинском государственном университете, неудачных в Санкт-Петербургском государственном университете. Кафедра Санкт-Петербургского университета вынесла тогда такое заключение, что моя диссертация не соответствует сложившимся представлениям советской уголовно-процессуальной науки. И именно вот это сопротивление, эта несправедливость, дезаполиционность подходов повлияла на то, что отстаивая право ученого на теорию, на развитие теории, а значит и практики. На собственную точку зрения я убедилась, находя все больше аргументов, что я права, и в конце концов я защитила докторскую диссертацию, это была разовая защита, в Институте государства и права Российской академии наук по нескольким специальностям, сразу юридическим. Это было до политики. Но практически сразу начались события 1993 года, известные в России. И я, будучи доктором юридических наук, еще пока не профессором, была приглашена для обсуждения проекта Конституции 1993 года. И вот моим дорогим коллегам-юристам, особенно молодым, могу сказать, что юридическая профессия прекрасная. И она позволяет очень многого добиться, когда есть сравнение, все познается в сравнении. Когда много точек зрения. И юрист, хороший юрист. Это тот, который не одну точку зрения может видеть, а много. Не одно последствие ситуации, а много. Чем больше вы видите возможных последствий с какой-то правовой ситуацией или спора, тем вы профессиональнее и конкурентно способнее. И это дает именно наше образование, наша профессия, юридическая. И вот в 1993 году, во всяком случае, все мое участие в обсуждениях, в экспертизе проектов Конституции, создало ситуацию, где мне было предложено баллотироваться и в Государственную Думу, в Совет Федерации. И изучив тогдашнее законодательство, это были указы президента Российской Федерации, тогда порядок избрания регулировался именно ими, я пришла к выводу, что надо баллотироваться не в Государственную Думу, а в Совет Федерации. Потому что Совет Федерации – это основа стабильности России, он не может быть распущен, он принимает решения не только по законопроектам, знаковым для страны, но именно Совет Федерации решает многие важнейшие вопросы. И назначение судей, и генерального прокурора, вопросы, связанные с использованием вооруженных сил, введением чрезвычайного положения, военного положения, и многие другие знаковые для судьбы России вопросы. И участвовала в выборах, выигрывала у известных людей, хотя мое имя было тогда неизвестно. Но я сразу отнеслась к этому выбору и к мнению людей, как к некоторым авансе на то, что я должна прийти во власть и участвовать в принятии таких законов и всей своей жизнью и профессиональной деятельностью, которые бы ограничивали власть и не давали ей возможности заниматься произволом, злоупотреблять, но уж тем более быть коррумпированной. Скажу, что в 1993 году, когда была принята Конституция, и то состояние законодательства, которое было на 1993 год, вся парламентская деятельность в последующем прошла при моем непосредственном участии, конечно, это были фактически пустое поле. Была новая Конституция, которую надо было научиться понимать. Замечу, что все те, кто изучал право и получал юридическое образование в советское время, кто работал в то время, прекрасно знают, что Конституция РСФСР, Конституция СССР – это были все-таки нормы декларативного характера. Они были важными, но прямого действия они не имели. Конституция 1993 года впервые, Конституция прямого действия, и она начала применяться, и применяться судами, и судами общей юрисдикции, они тогда так не назывались, и просто суды, и Конституционным судом Российской Федерации. То есть, по-моему, граждане сами начали потихоньку востребовать эти нормы Конституции напрямую. Самого законодательства не было. И ушли годы, практически где-то 10 первых лет парламентской деятельности – это формирование новой системы законодательства на новых отношениях, на новых принципах, которые вытекали из Конституции. Это был объем работы громадной. Фактически были приняты все основные кодексы, и в числе этих кодексов был семейный кодекс. Я не участвовала тогда даже в его обсуждении, он был принят в 95-м году, но именно в 2008 году, когда возглавила комитет по вопросам семьи, я вдруг для себя с удивлением обнаружила, что, казалось бы, как я помнила по юридическим временам, студенческим, одна из самых, мне казалось, легких отраслей права, самых неконфликтных, где приходишь на этот комитет, работать в этот комитет, ну, и не нужно бороться, потому что все и так хорошо, все замечательно. Оказалось, что на самом деле, а это был 2008 год, когда я возглавила комитет по семье в Государственной Думе, что именно здесь, в вопросах семьи, семейного законодательства, семейной политики и проходит идеологический фронт. Что такое семья? Что такое традиционные семейные ценности? Является ли вообще семья ценностью для России? Какую роль семья играет для того, чтобы Отечество могло быть единым, сильным, удерживать всех желающих, которые испытывают громадный аппетит по отношению к нашим ресурсам, территориям? И вот эти ответы на эти вопросы, я попытаюсь сегодня на них ответить и высказать некоторые соображения, обращая внимание, как человек, который непредвзято пришел на тему семейное право, семейное законодательство. Ибо до этого действительно у меня было очень много сложных ситуаций в парламенте. Но это было законодательство конституционное. О конституционном суде, о порядке принятия поправок в Конституцию, о непрерывности полномочий президента. Это было уголовно-процессуальное законодательство, где столкновения интересов были невероятные, очень драматичные ситуации. Работа с правоохранительными органами, силовыми ведомствами, скажем так, в сфере уголовного правосудия. Мне представлялось, что эти сферы законодательства, да, они тяжелые, они конфликтные, здесь много нужно согласований, много убеждений, доказываний, экспертизы. А семейное право, это так все просто, это так легко, это что называется, приходишь как отдыхать. Так почему же все-таки все оказалось не так, и в какой ситуации мы находимся сегодня? 2008 год, семейное законодательство, почти неизменившееся за многие годы, хотя гражданское законодательство, вы знаете, переписывалось за это время дважды, у нас вторая очередь гражданского кодекса, первый был принят где-то в 95-94 году еще, когда была в Первом Совете Федерации, сейчас уже новое, обновленное, осовремененное гражданское законодательство, и в него вновь вносятся поправки. Семейный кодекс почти не подвергался изменениям, но когда я его открыла и стала для себя изучать, я была поражена, что уже в 95-м году он с одной стороны был слепок с кодекса о браке и семье советского периода, то есть это не семейный кодекс, семейные ценности в нем не являются первичными, в нем нет основных принципов, на которых должно развиваться семейное законодательство. Это кодекс, который очень много заимствовал из Советского кодекса о браке и семье, а напомню для тех, кто, может быть, забыл или не знает, что Советский кодекс о браке и семье, он был выстроен, его идеология патерналистки, то есть там государства, государственные органы имели главенствующую роль по отношению к семье, фактически без них невозможно было решить ничего. Но вот те, кто жил в советское время, прекрасно помнят, что даже ситуация была такова, что развестись почти было невозможно, потому что если супруга пожалуется... Во-первых, это была фактически черная метка, вы не будете иметь продвижение по службе, а государственная служба – это была, конечно, самая предпочтительная форма работы. Если у вас какие-то там связи на стороне, и супруга придет в правком или портком, то выговором тут не обойдется, это все очень неприятно. Поэтому на самом деле регулирующее воздействие было не только кодекса о браке и семье, но, безусловно, партийная дисциплина, а партия была одна, постановления, как правило, даже очень многие нормативно-правовые акты принимались совместно ЦК КПСС и Верховного Президиума Верховного Совета СССР. То есть эти нормы зачастую были важнее, чем сила даже самого закона, потому что закон был достаточно обтекален во многих положениях своих. И вот семейный кодекс. Слепок кодекса о браке и семье частично перенесено. И новые нормы, которые увидели, благодаря тому, что открылись границы, идейные границы России после Конституции 1993 года, и доступ мы получили к законодательству других стран, к экспертам из других стран, появились новые нормы. Я даже себе представить не могла, что, оказывается, тогда, в 1995 году, а у нас 15 лет, в этом, значит, на будущий год у нас 15 лет принятия, 20 лет, извините, принятия, вступления в силу Семейного Кодекса, а в этом 20 лет сцентральное принятие. Там, например, нормы о суррогатном материнстве. Суррогатное материнство. И никогда на это не обращали внимания. А, пожалуйста, они в Семейном Кодексе были уже внесены тогда. Какими экспертами, кто даже в голову никому не приходило, что это такое, не было в медицинском законодательстве, этого не было. Да и медицинского законодательства еще не было такого развитого, как оно сейчас в России, какое оно сейчас в России. А суррогатное материнство уже было. Возможности для заключения однополых браков и развитие этой сферы тоже заложены в Семейном Кодексе. Вы там найдете запреты? Нет. Там есть даже нормы, которые вообще-то разрешают вам заключить брак на территории другого государства, а в России он признается. А параллельно с Семейным Кодексом тогда был принят закон об акте гражданского состояния, в котором фактически тоже заложены нормы, позволяющие развиваться и в этой сфере отношений между полами в Российской Федерации. И естественно, что те, кто заложил это, те, кто знал, безусловно, способствовали тому, что тихо, негласно, пока это было незаметно, чтобы эта практика развивалась в России. Именно в Семейном Кодексе 1995 года произошел отказ от принципа, который был в России, был в Советском Союзе, принципа раздела имущества при расторжении брака супругов, когда обязательно суд должен был учитывать, с кем остаются несовершеннолетние дети. Но в части имущественных отношений между супругами в Семейном Кодексе 1995 года полностью фактически перенесены принципы гражданского частного права, где, извините, нет семьи как таковой, там есть стороны, но в гражданском праве применительно к сторонам и в имущественных отношениях ребенок, его права, интересы, его полноправное участие в семейных отношениях, как это имеет место в Семейном Кодексе, не присутствует. Ребенок в лучшем случае недееспособный либо ограниченно дееспособный, а в Семейном праве это все иначе. Конечно, более того, мы убедились в том, что нет почти специалистов. Когда мы стали собирать экспертный совет по Семейному праву, то оказалось, что в основном кафедр практически Семейного права нет нигде по стране. Это кафедра гражданского права. Специалистов в области Семейного права единицы мы их собирали по всей стране. Нечаево, Робец, Ильина, Тарусина, Воронеж, Федорова, Санкт-Петербург. Это далеко не такие известные, вот если уровень особенно доцентов, не такие известные специалисты или ученые в области права, потому что у нас самый большой расцвет и как бы по философу именно гражданского частного права. Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте. Статистики для того, чтобы обосновывать, как и куда должно развиваться семейное право, нет. Ее не было фактически на тот момент. И кроме того, гигантские были движения, достаточно сказать, что Совет, например, по внедрению ювенальных технологий в сферу правосудия существовал при Верховном суде с 2009 года. В 2009 году был создан, были очень большие движения за продвижение ювенальной юстиции в семейное законодательство, хотя там эти моменты во многом присутствуют, потому что если вы посмотрите семейный кодекс, то вы увидите множество норм, которые позволяют произвольно вторгаться в семью. Наверняка все студенты знают, что по Конституции Российской Федерации проникновение в жилище возможно только на основании специальных решений, в рамках уголовного дела на основании санкций суда должно быть судебное решение. А, пожалуйста, если у вас есть несовершеннолетний ребенок, я уверяю, к вам вторгнуться без всяких актов, документов, постановлений судебных решений. Несовершеннолетний ребенок по нынешнему семейному законодательству является достаточным основанием для того, чтобы к вам пришли, проверили, что у вас в шкафах, как ребенок питается, под каким видом, а в семейном кодексе есть такая норма, незаметненькая, но она есть относительно обследования условий жизни для того, чтобы органы опеки и попечительства могли принять решение забирать, отбирать ребенка у родителей, применять меры семейно-правовой ответственности об ограничении родительских прав, лишении родительских прав. То есть небольшие нормы, спрятанные в семейном кодексе, они не выпечены, но именно они работают. А это что? Не ювенальная юстиция? Это что? Есть недоверие к родителям? Это не есть произвол «хочу вмешиваясь, хочу не вмешиваясь» без предъявления каких-либо постановлений. Надо же еще учитывать, и мы это тоже запросили и выяснили, что ведь органы опеки и попечительства это тоже сравнительно новые органы. В форме специалистов недостаточно по стране. Сейчас, конечно, ситуация лучше. Зачастую, особенно в органах местного самоуправления, а первоначально и там функции опеки и попечительства были переданы именно им, зачастую эти должности замещали люди, не имеющие ни педагогического, ни какого-либо другого образования. Например, были председателями колхозов. Соответственно, колхозы ликвидировали, предложили в местном поселении должность по опеке и попечительству. И таких ситуаций очень много. Это хорошие люди, но опека и попечительство применительно к родителям и детям требуют специальных познаний, специальных навыков, осторожности, во многом знаний психологических, с тем, чтобы не порождать, не усиливать конфликт, разобраться до того, как конфликт разрастется или вообще возникнет. И вот с 2008 года, собрав специалистов со всей страны, экспертов, мы начали работать над тем, чтобы систематизировать весь объем, весь комплекс так называемого семейного законодательства. Это не только семейный кодекс, но и все законы, которые касаются госпособий семьям с детьми, от материнского капитала, акта гражданского, состояние законодательства о детях-сиротах и так далее. Запрашивать и собирать информацию, статистическую информацию, экспертную. Все по крохам собиралось. Сейчас уже проще. Мы добились того, что многие показатели сегодня уже в статистической отчетности, Росстат это принял и дает эти данные, уже проще их собирать. И сейчас еще улучшится, еще подготовили поправки на уровне приказов Росстата в ближайшее время. С будущего года начнется и эта статистика. Поэтому сегодня мы имеем уже достаточно достоверную статистику, хотя больших научных исследований, социологических исследований по заказу правительства Российской Федерации пока нет. Но они будут проведены, и я об этом могу с уверенностью сказать, потому что к 2012 году, когда был создан указом президента Координационный Совет при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей и утверждена национальная стратегия, наш комитет Государственной Думы совместно с экспертами уже разработал концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. И к ней 470 слайдов, которые содержат с официальными источниками, юристам, ученым, понятно, что это такое, содержат всю информацию, статистику, экспертные оценки, данные каких-то исследований, которые когда-либо в России или в мире проводились, применительно к институту семьи и детей. И в последующем именно наша концепция стала основой правительственной концепции. Сегодня я могу сказать, ситуация в корне сдвинулась. Концепция государственной семейной политики не только утверждена правительством, но утверждены еще 10 актов правительственного уровня, касающиеся семьи и детей и развития сферы семейно-детской в России. Утверждены планы реализации мероприятий. Я вам этот пакет оставлю. Мы провели большую системную работу в координационном совете и в комитете Госдумы по составлению на основании всех правительственных планов по поддержке семьи дорожных карт 15, 16, 17, 18 годов. Сегодня мы их будем обсуждать на круглом столе во второй половине дня в рамках программы «Святость материнства». Потому что сейчас начинается реальное время по реальным мерам правительства общественности. Ибо я убедилась за все эти годы, что ничего бы по семье не получилось, не удалось бы ничего сдвинуть и не удастся, если российское общество будет молчать. Оно оказалось примитивным к семье, очень активным. И я счастлива, что я живу в стране, где российское общество неравнодушно к самой главной российской ценности, сохранившейся несмотря ни на что. Традиционная семья, родительство, ценность родительства, материнство, отцовство, детство. Это действительно открытие самые прекрасные, которые были за все 22 года парламентской деятельности. И могу вам сказать, что на будущий год мы наконец-то будем отмечать всероссийский праздник День Отца. И я надеюсь, что отношение к отцам, к отцовству, особенно со стороны молодых девушек, мам, жен тоже изменится, потому что атмосферу в семье и уверенность и силу мужчинам придает слабое, но любящее и уважающая его женщина. Так вот, применительно к семейному праву несколько угроз, на которые я хотела бы обратить внимание и обратиться к моим коллегам, потому что надежда на вас, на молодых ребят, студентов, изучающих юриспруденцию, на профессорско-преподавательский состав именно в регионах, потому что в регионах не испорчены до такой степени молодежь, преподавательский состав уж точно, профессорско-преподавательский состав не испорчены в такой мере бизнес-интересами. Отечественное, патриотичное отношение к тому, чтобы Россия не ослабевала, не сдавала свои позиции, здесь очень сильно проявляется. И очень большой запрос на специалистов семейного права. На десятилетия, на ближайшие годы, на многие годы специалисты, адвокаты, юристы, не живущиеся на семейном праве, ученые, безусловно, это особенно актуально, вы будете все востребованы и будете жить хорошо, и хорошо и зарабатывать те, кто будут работать особенно в сфере юридической практики, потому что институт семьи возрождается в концепции правительственной, это большое достижение, именно записано, что вся концепция, значит и семейное право, семейное законодательство, все другие сферы, и значит и гражданское сдастся в этой части, сдастся, все будут развиваться применительно к продвижению традиционных семейных ценностей. Что это такое в концепции государственной семейной политики, вы прочтете, это не моя трактовка, это простановление правительства Российской Федерации, подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Традиционные семейные ценности, ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, заключаемых в целях создания семьи, рождения и или совместного воспитания детей, основанной на заботе и уважении друг к другу, к детям, родителям, характеризующейся добровольностью, устойчивостью, совместным бытом, связанной взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению. И вся концепция, все меры последующие последовательно направлены на то, чтобы поддерживать эту основную идеологену сегодняшней государственной семейной политики. Могу вам сказать совершенно уверенно сегодня, что еще 4-5 лет назад казалось невозможно. Где-то опускались руки, но мы все равно все это продвигали вместе с программой «Святость материнства», с многими общественными организациями, в том числе и с Казани. Очень много предложений, поправок нам направляли именно общественные организации, в том числе союз мусульманских женщин, он очень активный, парламентарии. И благодаря вот этим нашим совместным усилиям именно снизу все это появилось и на правительственном уровне. Но какие есть моменты по-семейному, обратите внимание и обсудите их. Например, нынешний семейный кодекс, да, и в рамках этой семейной концепции была создана Валентина Ивановна временная рабочая группа по совершенствованию семейного законодательства. Разработана концепция, я вам оставлю, оставлю визитку с электронным адресом, мы все документы можем электронные прислать, где не только об основании, но сформулированы 52 законодательных предложения, группы законодательных предложений, по которым будет развиваться, вноситься поправки в Семейный кодекс Российской Федерации. Так вот, применительно к этой концепции есть несколько принципиальных моментов, где нам очень нужна ваша поддержка. Значит, кодекс семейный выполнен как исключительное ведение, а по Конституции Российской Федерации это совместное ведение субъектов. Для законотворчества субъектов, с учетом особенностей семейно-правовых отношений, быта, истории, культуры, без чего не могут развиваться семейные отношения, в Семейном кодексе России почти нет. Поэтому естественно, что в этой части в Семейном кодексе, конечно, должно быть достаточно много норм, которые наделяют субъекты Российской Федерации полномочия принимать законы и решать какие-то законы и решать вопросы, связанные с особенностями данного субъекта. Но обратите внимание, в Семейном кодексе статья о принципах, а это должно быть в любых основах, потому что Семейный кодекс по существу должен, Российской Федерации должен быть основами по сути, по природе семейного законодательства. Принципы играют ключевую роль, но эти принципы даже не хочется перечитывать, потому что они выполнены и записаны здесь как перечень очень формально. А норма принцип, применительный к законодательству в совместном видении, он ключевой, потому что он позволяет региону развивать Российское семейное законодательство федеральное в одном тренде, в одной идеологии, в одной концепции, но учитывая особенности истории, культуры, быта тех, кто живет здесь в данном регионе. Поэтому мы в частности сформулировали новый принцип. Об одном я вам скажу, он вызывал большие споры, тоже казалось, что мы его не проведем, сегодня он утвержден правительством Российской Федерации тоже. В рамках концепции государственной семейной политики повторяется во всех документах. Это принцип презумпции добросовестности и осуществления родительских прав. Ведь вот эта избыточность полномочий органов опеки и попечительства, они вам сегодня не дадут возможность изменить имя ребенка и фамилию органов опеки. Без согласия вы не можете, если ребенок до 14 старше лет. Поэтому и многое другое. Замуж не выйдет, не женится без согласия органов опеки и попечительства. Родители тут ни при чем в семейном кодексе. Так вот, вот этот момент, он очень важен, потому что принцип презумпции предполагает пересмотр семейного кодекса в том, что презуммируется должно нашим семейным кодексом. Все родители добросовестно осуществляют родительские права. И нужно доказать не родителям, что они недобросовестны, а та сторона, которая пытается их ограничить, отобрать ребенка, лишить родительских прав, вторгнуться в жилье или применить какие-то другие принудительные меры, она должна доказать, что родители недобросовестны. Именно так сегодняшний семейный кодекс выполнен фактически на недоверии родителям в том, что они могут заботиться о своих детях и воспитывать их так, как положено по российским традициям. Поэтому вопрос о принципах очень важен. Я вам назвала один в концепции, вы можете посмотреть, какие мы будем признательны, если вы будете с нами участвовать. Конечно, очень важен вопрос относительно отобрания ограничения лишения. Обратите внимание, сейчас Государственные Думы в ближайшие дни принимают во втором и третьем чтении первые законы внесения изменений в семейный кодекс, который реализуется в рамках документов, которые я озвучила. Он пробный, мы пока смотрим, то есть там нет особенно существенных каких-то изменений семейных отношений. Это устранение внутренних противоречий, противоречий с другими законами явных, и мы отрабатываем механизм. А вот следующий закон, законопроект, и мы приглашаем к участию в нем это законопроект, касающийся совершенствования семейного законодательства применительно к отобранию ребенка, ограничению родительских прав, лишению родительских прав. Позиция экспертной группы, которую я возглавляю, состоит в том, что это три самостоятельных вида семейно-правовой ответственности. Они все должны быть четко выстроены, в том числе иерархически, сегодня этого нет. Должны быть четко прописаны основания, сегодня они абстрактные, фактически позволяющие ребенка отобрать по любому поводу тарелки грязные, кастрюли грязные, одежда недостаточно, ограничение родительских прав, вообще институт, который стал применяться чаще, чем лишение родительских прав последние два года, изменение много позитивных за счет того, что эта тема так активно отрабатывается общественностью вместе с правительством, но недостаточно, законодательство пока здесь, к сожалению, скорее поощряет произвольное применение ограничений родительских прав, лишение родительских прав должно быть крайней, исключительной мерой, когда использованы все другие возможности, и они не сработали, оно не должно работать так, как сегодня лишение родительских прав, и конечно этот закон будет вызывать очень большой общественный интерес, мы будем с вами работать и будем признательны, мы будем выставлять эти тексты, по мере их готовности редакции для обсуждения мы будем признательны, если вы подключитесь с тем, чтобы мы получили согласованный, современный, хороший закон, защищающий родителей от произвола, но в то же время и повышающий ответственность родителей, если на те случаи, когда они не заботятся о детях, уж тем более применяют к ним насилие. Я хотела бы обратить внимание на еще очень важную тему. Семейный кодекс отстал, конечно, 95-й год, но в нем есть некоторые нормы, которые сегодня мешают укреплению семьи и идут в противоречии с общей концепцией семейной политики в России, которую проводят Владимир Владимирович Путин и правительство Российской Федерации. Я вам уже сказала, что в нем есть нормы о суррогатном материнстве. Что такое суррогатное материнство? Причем, наверное, многие из вас знают, что суррогатное материнство сегодня уже и в основах об охране здоровья закреплено. И противоречием между семейным кодексом и основами об охране здоровья пользуются медики, медицинские работники, особенно частных клиник репродукции, которые занимаются этим методом. Он дорогостоящий, он во всем мире дорогостоящий. И фактически сегодня развивается практика скорее ближе к тому, что закреплено в основах об охране здоровья вопреки семейному кодексу, но самое главное в ущерб генетическим родителям, которые не бесплодны и хотели бы иметь детей, но и прибегают к этому методу. суррогатной матерью, но самое главное ребенку, потому что немедицинское законодательство должно регулировать новый способ установления происхождения ребенка. Это пробирка, экстракорпоральное плодотворение, суррогатное материнство, без этого невозможно. И само суррогатное материнство, ЭКО вообще не урегулировано. Юристы, коллеги, посмотрите зарубежные законодательства, особенно уголовные, вы увидите какие защитные нормы, жесткие, применительно к ЭКО, чтобы вашим материалом никто не мог воспользоваться в целях научных исследований, продать. Вы представьте только один момент, сегодня не регулируется, что мне говорят специалисты, репродуктологи из Московского государственного университета на наших обсуждениях. Смотрите, что у нас получилось сегодня применительно к суррогатному материнству. отбирают материалы генетических родителей для того, чтобы было непримудительно, то есть они сдают свой генетический материал, я так назову, их хранят в крио, там, консервация. И вот в момент, когда производится в пробирке вот эта акция для того, чтобы зачать ребенка, туда, как правило, помещается несколько, скажем так, вот этих, этого материала, то есть какая-то масса, и вот с момента происходит это где-то неделю примерно, в пробирке происходит все вот это зачатие, соответственно, в течение недели это материал незащищенный, он не является собственностью генетических супругов, но он еще не является частью тела матери, с ним можно делать все, что угодно, а вы можете гарантировать, что вот этот материал не будет использоваться в научных исследованиях, вы только подумайте, ваш ребенок будет использоваться, ваш, это ваш, это ваша родная кровь, будет использоваться для научных целей, а если недобросовестные медицинские работники, которые это производят, ага, богатенький олигарх, он тут сдал, а почему бы мне с него потом алименты, не поимейте часть имущества, вы думаете, таких споров нет, уже есть, у нас уже в России, чего в мире практически нет, за счет того, что все это в таком допотопном, ненарегулированном, произвольном виде, у нас уже есть судебные споры, где оказывалось, что генетические родители отказывались от своего ребенка, потому что оказывалось, что это не их генетический ребенок, им подменили материал, а суррогатная мать тоже отказывается, и ребенок бездомный, и вообще непонятно чей никто, у нас уже есть ситуации, где через суды, к сожалению, добились отцы, благодаря медицинскому законодательству, добились отцы, у него есть средства, он не хочет вступать в брак, потому что не хочет потом делить имущество, тем более свой бизнес со своей супругой, думает, что все женщины такие алчные, и он заказывает себе суррогатных матерей, несколько, а потом выбирает родившегося ребенка, этот ему нравится, этот не нравится, и что получается, а суррогатная мать тоже отказывается, и в результате ребенок, во-первых, в свидетельстве рождения, у него прочерк в графе мать, это нонсенс, это безобразно, последнее исследование нашего российского врача, Дворкина, который открыл совершенно потрясающие методики лечения психоневрологических заболеваний детей, со всей очевидностью доказали, что оказывается самым большим гипнотическим воздействием на ребенка обладает мать, всю жизнь, навсегда, почему, потому что та мать, которая вынашивает ребенка, это к вопросу суррогатной матери и генетической матери, генетическая мать никогда не будет матерью ребенка настоящей, потому что та мать, которая вынашивает, она разговаривает с ребенком, когда он в утробе, и ребенок навсегда запоминает ее имя. Дворкин разработал специальные методики, когда мать, так называемое просонное состояние ребенка вводит, когда ребенка перед тем, как он заснет, мать дает ему установки, и вот ее голосом удается лечить очень многие почти неизлечимые виды детских неврозов и другие заболевания, это и доказано, что ни отец ребенка, ни генетическая мать, не вынашившая ребенка, ни бабушки, кроме бабушки, по линии матери, вынашившая ребенка, у нее есть еще этот гипнотический эффект, не способны так влиять на ребенка. Вот эта связь сегодня уже доказана, это научное исследование, и это надо понимать, тем более суррогатное материнство, то, с чем мы столкнулись сегодня, обратите внимание, это сфера семейного права, это новый способ установления происхождения ребенка, но это гигантский вред нашим традиционным семейным ценностям, потому что в обычную гражданско-правовую услугу наше коммерческое суррогатное материнство превращает совершенно святую, необыкновенную, скажем, даже не функцию, а жизнедеятельность женщины, это способность вынашивать ребенка и рожать его, и те женщины, которые познали счастье материнства знают, что невозможно описать, невозможно повторить, невозможно сопоставить ни с какими другими видами счастья, наслаждения, которые может испытывать человек, это дано только женщине-матери, и это надо воспринимать как гигантский дар, необыкновенный, не отказываясь от него, а наоборот стремясь к тому, чтобы мы то на протяжении, благодаря чему человечество существовало на протяжении тысячелетий, это естественное зачатие, естественное рождение матерью и отцом, чтобы мы обязательно воспроизводили, но я обращаюсь здесь вот молодые девушки, может быть еще пока и не мамы, вот вы знаете, я часто сталкиваюсь с тем, что говорят, вот рождается ребенок, говорят, мама, что вот я решила так назвать, супруг хочет иначе, нет, вот я так решила и так будет, мои дорогие, у вас такое, девушки, у вас такое счастье, даже несмотря на тяжесть родов, это все забывается, когда вам приносят ребенка, когда прикладывают к груди, у вас такое счастье, такая необыкновенная возможность познать нечто человеческое и вот этот восторг, ну дайте возможность поделиться этим счастьем супругу, ну пусть он назовет ребенка как угодно, вы-то его будете любить безумно, этого ребенка, как бы вы его не называли, это не может присоединение отца ребенка, а нет соединения, ну правда, это такие мелочи, и очень жаль, что иногда приходится это объяснять молодым девушкам, мамам, дайте возможность мужчине быть счастливым, хотя бы через то, чтобы выбирать имя своему ребенку, хотя это, конечно, все равно не сопоставимо со счастьем материнства, и конечно, я не могу не сказать и об абортах, сейчас законодательные инициативы, которые мы внесли по абортам, они не случайны, и могу сказать, что благодаря тому, что было в частности выступление святейшего Кирилла в парламенте, в Государственной Думе, после чего были вынесены законопроекты, защищающие и ребенка неродившегося, и защищающие мать и отца, кстати, вы знаете, у нас очень много предложений от отцов, почему это аборты делают, не ставя в известность супруга, особенно, когда в браке состоят, к сожалению, такое тоже не единичное, отцы хотят в этом участвовать, но не внесли такой законопроект, хотя очень большое давление отцовского сообщества и, кстати, родительских отцовских комитетов. Так вот, по вот этот законопроект о выведении из бесплатного, из программы бесплатного оказания медицинских услуг, он такую породил гигантскую дискуссию и, самое главное, заставил власти и правительства серьезно обсуждать проблему абортов. И то, что на протяжении до внесения этого законопроекта нам не удавалось добиться, нам бесконечно отклонялись закон о лицензировании деятельности по абортам. Сегодня нет специальной лицензии, никто, кстати, не отслеживает соблюдение правил лицензированных тех, кто занимается медицинской деятельностью. Могу вам сказать, для нас тоже было открытие, что, оказывается, аборты может делать индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на осуществление медицинской деятельности. Никто не следит, как соблюдаются эти правила, никто этого не знает, никто не надзирает, он предоставлен сам себе. Поэтому здесь сегодня согласны такой закон принять. Закон об ограничении оборота лекарственных средств, вот в эти бэби-капут, это страшнейший бэби-капут, который позволяет, если, это гормональные препараты, их прозвали врачи, бэби-капут, это яд, таблетка, которая прерывает вашу беременность, а если даже вы еще не знаете, но предполагаете, что могли забеременеть, ну, вызывает, скажем так, кровотечение, но это яд. Врачи говорят, если этот яд отравил, отравляет, ребенка уничтожает, что происходит с организмом матери? Поэтому, хотя, вот те законы, которые мы внесли, они очень важны, чтобы защитить материнство, отцовство и, самое главное, ребенка, который еще не родился, но это уже маленький человечек, и сегодня опять же громадные исследования доказывают, что даже 12-недельный ребенок, он уже слышит, он уже ощущает, и он даже начинает исследование от американского ученого, который сделал 60 тысяч абортов, а после этого стал поборником против абортов, с самым ярым борцом с абортами, который, благодаря киносъемке, проведения аборта, внутриутробной киносъемке, увидел, как реагирует плод ребенка на приближение вот этого инструментария абортивного, как ребенок начинает быстро двигаться, учащенное сердцебиение, у него открывается ротик, как будто он кричит в страхе, то есть, и он сказал, да, аборт – это убийство, нас не принято сегодня так говорить, но это, это так, по большому счету, это уничтожение человеческой жизни, вы же ее не хотели, вы идете на аборт, да, вы ее не хотели, а вам дал, Господь дал это чудо, и вы его убиваете умышленно, это страшная вещь, это громадный грех, но это не грех только матери, но и грех отца, поэтому на самом деле не случайно в законодательстве ряда стран мужчины привлекаются к ответственности за то, что даже к уголовной, за то, что их женщина идет на аборт, привлекаются к уголовной ответственности за то, что она убивает своего новорожденного ребенка, привлекаются к ответственности за то, что они обеспечивают ей содержание во время беременности и в последующем при уходе за ребенка, кстати, в Государственной Думе Будет в ближайшее время рассматриваться законопроект депутата Лосикова относительно материальной ответственности отца применительно к беременной женщине, женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком. Вот я на некоторых законодательных инициативах остановилась. Думаю, что и так это уже достаточно. Я буду очень рада выслушать ваши вопросы, на них ответить. Я думаю, их будет много. Но обращаюсь еще раз к вам, ко всем. У семейного права в России большое будущее. Никто не будет семейное право и семейный кодекс загонять в гражданский кодекс, хотя такая вероятность еще недавно была. Наши семейные права и семейные отношения по российским традициям строятся на распределении обязанностей между родителями и детьми внутри семьи, на уважение, заботе. Равенство прав – это не наша традиция в семейных отношениях. Да вы и сами знаете, в семейных отношениях это не имеет значения. Никто, любящие люди, не считаются с тем, кто больше сделал, а кто меньше. Они просто делают, потому что любят. И вот это ощущение в нашей традиции незаменимости отца, незаменимости матери. Для ребенка чувство незаменимости его для его родителей – это то, что в России исконно формировало невероятное чувство патриотизма, о чем говорят, так называемая жертвенная готовность к совершению действий во имя отца, матери, родины, отечества. Это уникальное состояние. Я думаю, что нам удастся эти традиции поддержать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно нас, конечно, волнует проблема защиты жизни детей до рождения, то есть проблема абортов. В прошлое воскресенье прошел у нас форум общественности Самарской области. Мы приняли резолюцию, в которой поддержали все инициативы, направленные на государственное регулирование и ограничение абортов, особенно ваша инициатива, о том, чтобы проводилась только в государственных клиниках эта процедура, чтобы государство ее ограничивало, как первый шаг к запрету, к защите жизни детей. Если позволите, я вам эту резолюцию передам. Мы очень хотим вам пожелать успехов в этой борьбе. И хотелось бы узнать, чем мы можем помочь, чем общественность может повлиять на результат голосования, чтобы не получилась эта инициатива так, как получилась вот с инициативой нашего самарского депутата, внутри в один часе Веркина, когда ее депутаты там практически проигнорировали. И второй вопрос, если можно, скажите, пожалуйста, вот по поводу перинатального усыновления. То есть, если женщина не хочет этого ребенка воспитывать, хотелось бы узнать, идет ли работа по нормам, позволяющим этого ребенка усыновить до рождения в бездетной семье. Спасибо большое. Значит, по поводу первого и поддержки, это и письма, когда идут социологические опросы, участвуйте, отвечайте, потому что сегодня социология, опросы в ЦИОМа, Центра Левада и так далее, ФОМСа, это все имеет значение. Конечно, обращение, письма, люди очень активные. Когда некоторые такие, скажем, общественно значимые законопроекты шли в Думе, то присылали на председателя Думы по 300-400 тысяч писем электронным образом. Сегодня есть общественные инициативы, которые в интернете, где можно 100 тысяч голосов собрать, но там есть некоторые правила, но они для юристов не так сложны, чтобы изготовить эту общественную инициативу. Сегодня очень много возможностей для выражения общественности своего мнения, в том числе через интернет. И электронные письма сегодня в Думе, в Совете Федерации, в правительстве, администрации президента, специальные программы, где ни одно письмо электронное не пропадет, не будет стерто. То есть все это фиксируется, соответственно, любым путем можете свою активность и мнение выражать. Пожалуйста. Поэтому возможностей здесь сегодня много. И еще раз хочу обратить внимание, только благодаря общественному мнению. Большинству, да, есть те, кто считают иначе по ряду законопроектов. Но подавляющее большинство и число вот этого большинства растет. Вот могу вам сказать, несколько лет назад, где-то восьмой год были опросы в ЦИОМе. В ЦИОМе приняты к аборту девочка 15 лет, если она старше 15 лет, согласие родителей не требуется. А до 15 требуется. Опросы в ЦИОМе показывали, что 57% было опрошенных, кто считал, что нужно, чтобы до совершеннолетия, то есть до 18 лет, если аборт, то обязательно согласие одного из родителей. А сегодня уже 77% считающих, что обязательно родители должны участвовать в принятии такого решения. Ну и многое другое. То есть все общественные мнения, они развиваются в сторону традиционных семейных ценностей, в сторону любви, добра, духовно-нравственных основ. Ну понятно, что по мере роста благосостояния в прошлые годы запрос на традиционные ценности стал просто явственным. И мы на это реагируем. Относительно перинатарного обновления, нет, сейчас таких законодательных инициатив нет. Сама идея неоднократно выдвигалась. Значит, она предусмотрена и будет обсуждаться в рамках концепции совершенствования семейного законодательства. Здесь очень много разных нюансов. Я не исключаю, что удастся найти какой-то хороший компромиссный вариант. Но без участия представителей традиционных религий мы этого делать, безусловно, не будем. Поэтому признательно, что они очень активны. Потому что они выражают мнение очень большой части российского общества. Религиозный мир в России громадный. Спасибо. Так, девушка, пожалуйста, вы хотели вопрос. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Кириллова Марина. Кириллова Марина. Четвертый курс юридического факультета. Я бы хотела спросить ваше отношение к декриминализации статьи 157 Уголовного кодекса о злостном уклонении от уплаты алиментов, отраженного в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации 31 июля 2015 года и относение данного правонарушения к разряду административных. Да, даже уже не постановление Пленума, по-моему, даже внесено в порядке законодательной инициативе, они уже внесли. То есть они должны были внести, по-моему, уже внесли. Значит, 157, но для тех, кто не знает, это злостное уклонение от уплаты алиментов. Верховный суд предлагает из категории уголовных преступлений перенести в административные. Не согласны, комитет Госдумы по вопросам семьи не поддерживает. Я буду в Совете Федерации, в Совете Федерации зампредседателя Комитета по конституционному законодательству у нас в Семейный кодексе, я тоже буду выступать против, соответственно, я курирую эту тему против переноса, потому что в Российской Федерации так развивается вся ответственность, что уголовная ответственность, она больше оказывает профилактическое воздействие, чем административное. Если сегодня уголовная ответственность не очень хорошо работает по отношению к алиментам плательщиков, давайте искать другие варианты, совершенствовать эту статью. Перенос в административную без мотивации, потому что где-то 60 тысяч примерно осуждается в год за злостное уклонение от уплаты алиментов, перенос просто в административную вообще ничего не даст. Еще больше будет число неплательщиков алиментов. Поэтому я, если уж не срабатывает уголовная, административная здесь не сработает, это точно. Нам же не штрафы надо с ним взыскивать, а надо, чтобы для тех, кто не платит, чтобы на них давить, чтобы число алимента плательщиков сокращалось. Поэтому до сих пор, правда, не определены, что такое злостное. Ряд законопроектов в Думе есть, никак договориться не могут. Хотя я не вижу здесь ничего такого, то же самое предупреждение, как было в советское время, предупреждение вторичное, пожалуйста, и уже принцип злостности. Но я могу вам сказать, что Дума приняла наконец-то, и Совет Федерации одобрил. Законопроект, который имел историю где-то последних 3-4 лет, о временном ограничении водительских прав для должников по судебным рискам. Но это не только к алиментоплательщикам, но алиментоплательщики на детей в первую очередь. Мы выходили с такой инициативой только применительно к алиментам на детей, но сейчас принятый закон распространяет на всех. Значит, естественно, что поскольку применительно к алиментам у нас была заложена сумма, что работает вот это временное ограничение водительских прав, в случае, когда задолженность по алиментам больше 10 тысяч рублей. Естественно, что если речь идет, например, о взыскании по каким-то гражданско-правовым обязательствам, там могут быть и по налоговым, где могут быть очень большие суммы уплачены, но и оставаться большая сумма, там какой-то другой должен быть минимальный предел. Но это уже вопрос нас меньше интересует, потому что главные алименты. И по алиментам могу вам сказать, что очень серьезно, долго обсуждается, мы никак не можем пока по механизму договориться, об алиментном фонде. Алиментный фонд, то есть из которого выплачивается определенная сумма матери на содержание ребенка, ну или отцу у нас из 10, 9 материнских семей, одна отцовская, одиночки. Значит, так вот, из этого выплачивается определенная сумма пособия, а потом с отца и там с матери алиментоплательщика взыскивается в регрессном порядке в этот алиментный фонд соответствующая сумма, ну и довзыскивается, если сумма алиментов больше, чем пособия из этого фонда выплачивая с матери. Сторонников у этой идеи много, но мы ищем механизм, как сделать, чтобы не было дополнительной нагрузки на бюджет. К сожалению, вот нынешняя ситуация, где России приходится сейчас очень много средств тратить на свою военную защиту, конечно, здесь создает некоторые препятствия, но мы ищем эти варианты, как можно было бы воспользоваться, особенно запустить этот механизм, тут первичный нужно. В том числе есть предложение, вот сейчас предлагала уже председатель Московского городского суда Егорова Ольга Александровна, она предложила даже и разработать такой вариант законопроекта, в частности, как было, кстати, в советское время, часть за счет судебных, то, что взыскивается на судебные издержки, за счет и взысканных по судебными приставами, взысканных сумм определенный процент, например, даже 3% направлять в этот алиментный фонд. Это позволило бы первично его сформировать, его запустить нужно. То есть это тоже возможно, поэтому сейчас мы все-таки будем настаивать еще на создании алиментного фонда. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, вопрос, коллеги. Пожалуйста. Елена Борисовна, здравствуйте, уважаемая аудитория. Мой вопрос будет касаться... Откуда вы ее представите, пожалуйста? Да, сейчас, секундочку. Мой вопрос будет касаться 56-й статьи «Закон об охране здоровья». Ну, да, представлюсь, обязательно представлюсь. Меня зовут Папова Татьяна Юрьевна. Я являюсь кризисным психологом, работаю в сфере предабортного консультирования, являюсь руководителем службы взаимодействия со СМИ и общественными организациями. Город Москва. Я приехала из Москвы и воспользовалась возможностью задать вопрос здесь, в Казани. 56-я статья, еще раз, и так называемая неделя тишины. Почему я говорю так называемая? Поскольку в 56-й статье с одной стороны четко указано, что со времени обращения женщины в медицинское учреждение по поводу прерывания беременности, если срок беременности от 7 до 11 недель, должно пройти 7 дней, прежде чем будет произведена процедура по прерыванию беременности. Если срок беременности менее 7 недель или более 11 недель, то это 2 дня тишины. Конкретно мой вопрос заключается в следующем. Что значит с момента обращения женщины в медицинское учреждение? Почему? Потому что работая непосредственно в этой области, я четко знаю, что везде эта ситуация интерпретируется по-разному. Женщина может позвонить в медицинское учреждение, записаться на прерывание беременности. Женщина может прийти в медицинское учреждение, с ней не проводится никакая предварительная работа, которая в принципе должна проводиться, то есть работа либо медицинского работника, либо психолога, для того, чтобы у женщины была возможность передумать, сохранить беременность и, так скажем, элементарно воспользоваться тем правом, которое она имеет согласно информированному добровольному согласию, о котором вы вчера говорили на своем выступлении. Она должна быть осведомлена о последствиях аборта и о том, что она может иметь эти последствия и физиологического, и психологического характера. Девушка, вы просформируйте. Да, значит, еще раз четко формулирую вопрос, как интерпретировать все-таки вот эту 56-ю статью с точки зрения закона правильно. Момент обращения, в какой форме допускается это обращение? Когда она записывается ко врачу, это одно, это, конечно, приход к врачу, и там сказано, то есть, когда подтверждается, что у нее беременность, ее ставят на учет. То есть, момента первого обращения личного к врачу. На какой учет? Я могу вам сказать, поскольку закон четко не оговаривает, в какой форме подается обращение. То есть, не сказано. Да, да, да. Поэтому могут быть разного рода толкования. Ну, наверное, это можно будет уточнить либо через поправку в закон, что сложнее, либо через приказ Минздрава относительно... у них есть правила проведения абортов, там, получения информированного добровольного согласия и так далее. То есть, это можно и через поправку в приказ Минздрава. Это можно сделать, это проще, кстати. Да, Елена Борисовна, вот у меня к вам и просьба от имени очень многих людей, которые работают в этой сфере, все-таки, чтобы были приняты поправки к этому закону, потому что на самом деле интерпретируется по-разному и повсеместно не применяется. Ну, надо сначала обобщить эту практику, провести какой-то круглый стол или парламентские слушания. Закон действует недавно. К тому же мы столкнулись, что он фактически применяется, и то, вы видите, пытаются разным образом обойти через интерпретации. Он применяется только в государственных медицинских организациях, частные клиники неподнадзорны. Я уже не стала западывать индиагнозы, предприниматели тоже. Но сейчас, если будет лицензирование специальное, то мы уйдем от этой ситуации. Минздрав сегодня это признал, готовы соответствующий законопроект поддержать и принять. Спасибо, Елена Борисовна. Никогда индивидуальный предприниматель не сможет делать аборты, потому что сегодня мы вводим одновременно правило, что женщине предоставляется возможность поддержки психолога, то есть консультация у психолога. Если она отказывается, она пишет письменный отказ. Женщине предоставляется возможность получить визуализацию сердцебиения плода, то есть это УЗИ. Она может отказаться, но она пишет письменный отказ. То есть индивидуальный предприниматель должен быть аппарат УЗИ, у него должен быть в штате по меньшей мере психолог или договор заключен с психологом, который будет с ним работать. Индивидуальный предприниматель, я думаю, что не будет иметь возможности иметь такую лицензию и лишиться. Это хорошо. Для женщины это важно. Спасибо. Всего доброго. Так. Для сохранения здоровья. Студентка, да? Давайте студентка. Здравствуйте, Виктория, студентка 4 курса юридического факультета. У меня следующий вопрос касательно тоже семейного права. Елена Борисовна, как Вы считаете, есть ли на Ваш взгляд будущее у такой формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как патронатная семья? Спасибо. Ну, думаю, что вряд ли, но не буду зря утверждать. Потому что я сама сторонник той патронатной семьи, которая раньше существовала в России, когда регионы могли сами определять формы семейного устройства детей. Но когда был принят закон об опеке и попечительстве 2008 года, всех подогнал под одну гражданско-правовую мерку. Суть споров очень простая. В гражданском праве нельзя делить функции законных представителей. То есть должны быть вот только мать, отец и все. По закону о патронатной семье, фактически получается, законным представителем является администрация детского учреждения, откуда ребенок взят в приемную семью. Приемная семья, которая выполняет функции родительства. Детское учреждение, как правило, законное представительство состоит в таких функциях, как представительство интересов ребенка в органах власти, в суде, особенно когда у ребенка есть квартира или имущество, оформление каких-то документов в органах власти на ребенка, то есть такие вот представительские функции. И орган опеки и попечительства, который, как правило, выполнял функции надзора, соблюдения прав ребенка со стихи и других сторон. То есть разделение полномочий законного представителя. Специалисты гражданского права считают, что это невозможно. Почему? Не знаю. Потому что на самом деле, вот они так хотят, я больше никак не могу сказать. Потому что на самом деле за рубежом есть асимметричная опека, даже у родителей может быть разный объем родительских прав, в зависимости от того, кто из них живет вместе с ребенком, а кто отдельно или даже где-то далеко. И точно так же, как могут быть разделены функции законных представителей, в том числе и между тем, кто осуществляет функции аналогичные нашему патронату, и родителями, генетическими, биологическими родителями ребенка. Поэтому это есть в семейном праве, в мировой практике. У нас хорошо работала патронатная семья во всех регионах, но, тем не менее, в 2008 году не удалось отстоять ту форму патронатной семьи. Сейчас просто очень многое изменилось. Нужно ли идти вот таким гражданско-правовым путем, это большой вопрос. Потому что сейчас можно уже, во-первых, профессионально, сейчас, кстати, обсуждается вариант о так называемой профессиональной приемной семье, суть которой не то, что это профессия, это то, что та приемная семья, которая как бы как детский дом, но только здесь есть супружеская пара, которая опекает детей, то есть это форма опеки, такая, и здесь до 15 детей в такой семье есть. По законодательству сегодня возможны такие семейные детские дома, но они, как считают, несколько затратные. Это так называемый деревний СОС, потому что этой семье муниципалитет должен дать дом, транспорт, платить зарплату родителям за то, что они, ну, как бы это, ну, называйте пособие, зарплата, но они как родители, то есть вообще очень такая прогрессивная тоже форма, но в широкой практике пока не имеют. По России даже, по-моему, сокращение где-то идет, такая форма, где несколько сотен на всю Россию, ну, из-за того, что затратные здесь государства достаточно много дают форм поддержки. Может быть, придет необходимость, что все-таки вернутся к патронатной семье, но еще раз говорю, что надо преодолевать сопротивление специалистов в области гражданского права, которые, ну, никак не хотят выпускать семейный кодекс из-под сферы своего контроля. Мы с ней сотрудничаем, согласовываем, вполне возможно тесно работаем со специалистами в области гражданского права, убеждаем, по ряду моментов удалось убедить, но другого метода, как убеждения, здесь нет. Участвуйте с нами, доказывайте, ищите аргументы. Если мы найдем и убедим, то это все реально. Спасибо. Так, еще, пожалуйста, коллеги. Здравствуйте, студентка 4-го курса юридического культета Корея Екатерина. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете инициативы Государственного совета Республики Тарстан об усложнении процедуры прекращения брака. Ну, в частности, об увеличении рассмотрения заявлений граждан как в органах ЗАГС, так и в суде до 3 месяцев, об увеличении срока для примирения супругов до 6 месяцев, но также об увеличении срока ограничения для проявления мужем требования развода до 3 лет. Спасибо. 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 У меня с собой даже эта законодательная инициатива, она сейчас в Думе, в нулевом чтении перед внесением. Поэтому здесь скажу, какое мнение. Я, во-первых, в целом поддерживаю, потому что на самом деле сегодня развод – это очень серьезная угроза институту семьи. В Татарстане, правда, на 10 браков 4 развода – один из самых низких показателей. Но, тем не менее, появился рост небольшой и сразу забеспокоился Госсовет. Очень достойное уважение такое отношение. Надо вовремя такие тенденции преодолевать и искать меры. По России в ряде регионов практически уже сравнялись количество браков и количество разводов в течение года. Есть такие регионы. Почти сравнялись. То есть на 10 браков 8-9 разводов. Это действительно очень опасная тенденция. Почему? Семейный кодекс, опять же, это его отсталось. Развод как самый простой и доступный способ решения семейно-правового конфликта. Только если есть несовершеннолетние дети или споры по имуществу тогда в судебном порядке. Ну, большинство-то разводов в первые 5 лет, 2-3, то есть только поженились, чуть-чуть разругались, сразу побежали. Вообще в органах ЗАГС развели вас тут моментально и быстро. Такого отношения быть не должно. Это неправильно. И в этом смысле я поддерживаю увеличение сроков с момента подачи заявления о разводе до принятия окончательного решения, особенно когда есть несовершеннолетние дети, когда один из супругов не согласен на развод. Конечно, здесь должны быть большими сроки. Но должны ли быть большие сроки, когда ничто не препятствует? Это вопрос для размышления. Думаю, что возможно, да, а возможно, нет. Нет, я сама, я за, скажу вам, я сама за. Почему? Потому что вот особенно, когда сравниваешь, сравнение – великая вещь, всегда к нему прибегаете, еще раз хочу сказать. До революции в Российской Федерации и сегодня в семьях верующих, всех традиционных религий развод не приветствуется, по меньшей мере. А то я не допускался до революции. И к чему это приводило? Просто на себя перенесите. Когда вы знаете, что там был. Но развод невозможен, почти невозможен. Вы же не хотите быть выкинутыми из общества, из общины. Значит, ты начинаешь искать какие-то другие варианты. Какие? Примирение. Для примирения, для согласия с супругом, то есть выход из этой конфликтной ситуации путем, чтобы договориться, найти какие-то новые силы для любви. Ведь в сегодняшней жизни женится, выходит замуж, но нет принуждения это. Не женитесь, не выходите замуж. Любовь, влюбление – все же точно. Страсть, она присутствует. То есть есть основа такого душевного и чувственного восприятия и близости. Поэтому подумайте, вспомните то время. Вот, может быть, более длительное время заставить, потому что сначала, может, по горячим следам пошли, вот особенно если один месяц, пошли, подали заявление, вас развели, а потом опомнились. А может, неправильно сделали. И чем более семья, тем более крепкая, чем более она научается преодолевать вот эти сложные ситуации. Без сложных ситуаций, без конфликтов в семье не бывает. Но счастье, радость и вообще внутреннее, такое большущее удовлетворение и подъем, когда вот вроде безнадежно, вроде так все нехорошо. А ты находишь силы, вы договариваетесь, и все сразу как бы разлетается, как яичная скорлупа, все снова легко, еще даже, я вам скажу, еще больше и любовь, и влюбленность, и чувство доверия друг к другу. Это все, кто прошли долгий семейный путь супружеские, знают, что это так. И вообще это гигантская ценность, устойчивая семья для самих людей, потому что это ваше гарантированное будущее на долгие-долгие годы. Что рядом с вами человек, которому не надо приспосабливаться. Вы друг друга знаете, вы очень часто даже уже с годами одинаково мыслите, одинаково, чуть ли в один голос предлагаете что-то друг другу, одно и то же. То есть настолько доверительная и спокойная атмосфера, можно развивать себя, заняться многими другими вещами за счет того, что такая замечательная атмосфера в семье, крепкая, надежная, гарантированная. И поэтому в законодательной инициативе все, что связано с продлением сроков, поддерживаю. Не поддерживаю там, где по статье 17 до трех лет развод, до трех, ну, фактически на весь период ухода сегодня год. Муж не могут расторгнуть брак, если в период беременности и в течение года после рождения ребенка. Госсовет Республики Татарстан предлагает три года. Это очень большой срок. Думаю, что не стоит. Ну, вот уже год как почему взят? Потому что это период для женщины, она кормит грудью. Естественно, любое ее нервничание сразу сказывается и на ребенке. Поэтому вот сразу страдает еще совершенно невинный ребенок. Поэтому нельзя ее трогать, нельзя расторгать брак. Мы сейчас предложили поправку, она идет в Государственной Думе, сейчас будет принято, чтобы даже и обращаться не мог в этот период, потому что, к сожалению, он обращается. Супруги присылают заявление, хотя брак не будет расторгаться, но она уже знает, что он подал, уже пришли документы, это уже заставляет, это уже она нервничает. Вот это нежелательно, это безусловно. Ну, а после года там уже совершенно другая ситуация. Ну, может быть, учитывая, что, как правило, если кормит грудью, то до года, может быть, еще какое-то там время, я не могу вам сказать сейчас, может, до полутора лет хотя бы, да, ну, до трех лет, ну, вот представьте, это тянуть можно искусственно, стоит ли, вот, если брак уже не сложился. Если сложится, так он и так, то есть, сохранится, и не нужно такими мерами подпирать. Ну, надо обсуждать, это мое мнение, ну, и у нас в комитете мнение, вот, примутник к трем годам. И применительные процедуры. Здесь заложена обязательная примирительная процедура досудебная. Мы сами являемся сторонниками примирительной процедуры, но вопрос в том, что если она обязательна, кто будет оплачивать? Сразу это бюджетные средства должны быть, их надо изыскать. Вот, у них надо искать, надо думать по этому вопросу. Иначе, если вот сейчас, то есть, это надо финансово-экономическое обоснование, то, что закон будет затратный, нужно найти средства в федеральном бюджете на это и заложить, или в бюджете субъекта, потому что можно адресовать есть юридические техники, которые позволят принять федеральный закон, переадресовав субъекту. Но это надо все обсуждать, и с субъектами тоже, и на федеральном уровне, и поэтому, конечно, здесь, иначе он просто не пройдет. Но Госсовет Республики Татарстан не хочет, чтобы закон отклонялся, правда? Поэтому надо пообсуждать. Спасибо. А в целом я позитивно отношусь к законодательной инициативе. Спасибо. Она очень современна. Так, еще вопрос, коллеги. Так, девушка, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Роза, и у меня есть вопрос. Как вы считаете, не создаст ли законодательное ограничение абортов в ситуацию, схожую с той, что была в СССР, и даже описанной в книге Людмилы Улицкой Казус-Кукотского? Спасибо. Значит, во-первых, запрета абортов нет. Есть такие предложения общественных организаций, но они не проходят, и в наших законодательных инициативах этого нет. Аборт не запрещается. До 12 недель вообще выбор женщины остается. Свыше 12 недель медицинские показания, 22 недели социальные, одно, если беременность в результате изнасилования. Медицинские показания – угроза жизни или здоровью матери и ребенка. Перечень их есть, утвержден приказами Минздрава. До 12 недель – это решение самой мамы. Пожалуйста, никто здесь не запрещает. Относительно того, чтобы делать это за счет, ну, то есть за плату, за исключением случаев, когда аборт по медицинским показаниям, связано с тем, вы посмотрите, это же безнравственно, у нас очень большое количество людей, религиозных верующих, либо придерживающихся таких взглядов, традиций, заповедей святых, кто против аборта, кто расценивает аборт как убийство младенца, нерожденного. И поэтому мы фактически сегодня, поскольку аборт бесплатный, мы заставляем людей, которые против аборта, оплачивать деятельность тех, кто фактически поступает вопреки нашим духовным, нравственным ценностям, и в этом смысле даже оскорбляет чувства верующих людей. Ибо сегодня оплата-то идет за счет чего? Это же не бесплатный аборт, он для женщин, не бесплатный. А это взносы страховые, они громадные, из фонда оплаты труда всех работающих граждан Российской Федерации. И из фонда могли бы быть деньги на поддержку беременной, на увеличение пособий по уходу за ребенком. А эти миллиарды рублей, а их где-то около 5 миллиардов в общей сложности в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования идут на аборты. Это разве справедливо, не справедливо и разрушает вопреки всему, что мы провозглашаем. Поэтому, естественно, что предлагается вывести из программы обязательного медицинского страхования не аборта, кроме случаев, когда есть медицинские показания. Есть, правда, предложение еще такого свойства, чтобы все работающие граждане имели возможность написать заявление, и оно было бы обязательным, Фонд обязательного медицинского страхования, что они против того, чтобы их средства направлялись на оказание медицинской услуги в виде бесплатного проведения аборта. правда, говорят, это морально для работающего, но я вам могу сказать, если получится так, что половина работающих, хотя бы половина, напишет такого рода заявление, то эту сумму в Фонде обязательного медицинского страхования можно вычленить. А то, что может большое число людей, если появится такая норма, написать заявление о том, что они не хотят оплачивать аборт, не хотят оплачивать убийство, не хотят оплачивать последующие бесплодия женщины, это очень серьезно, о чем мало предупреждают врачи женщин и вообще во всяких, о том, что у вас потом, даже когда вы забеременете, у вас могут быть бесконечные вбыки, дыши, вы не можете вымыслить ребенка, у вас могут последствия при родах последующих, это, к сожалению, разные осложнения. Вас об этом предупреждают? Да ну что вы, в информированном добровольном согласии, мелким шрифтом в самом конце вы читать-то не будете. Поэтому, естественно, что здесь запрета нет, а есть просто устранение внутренних противоречий и следования основным направлением государственной и семейной политики в этой части. Спасибо. Так, коллеги, еще, наверное, один вопрос, и, уверен, Борисовна, потом еще следующий мероприятие. Поэтому давайте, кто еще? Девушка, пожалуйста. Что, микрофон не работает? Здравствуйте, Елена Борисовна, меня зовут Гульмира, я корреспондент газеты «Неделя в Саратове». Хотела бы услышать побольше о законодательной инициативе, которую вы озвучили в конце своей лекции. Она касается ограничения оборота лекарственных средств, некоторых, имеется в виду гормональные контрацептивы. Спасибо. Да, такая законодательная инициатива находится на рассмотрении в Думе. Правительство, правда, дало отрицательный отзыв на нее, но уже оно согласно, потому что там разрешается отпуск этих лекарственных препаратов, предназначенных для прерывания беременности, обращаю ваше внимание, разрешается в аптечной сети, нет, не разрешается только в медицинских организациях государственной системе здравоохранения. Правительство согласно с тем, чтобы разрешалось просто в медицинских организациях. То есть оно согласно с тем, чтобы убрать полностью из аптечной сети и только применение в медицинских организациях, то есть под наблюдением врача, в присутствии врача, по назначению врача, потому что это на самом деле последствия очень опасные. Могу вам сказать, те страны, а таких стран много, включая Соединенные Штаты Америки, где действуют эти нормы, страны Прибалтики и Польша, в Польше вообще аборты запрещены. Значит, то применение, введение этого закона привело к резкому ограничению абортов. Это норма, защищающая женщину прежде всего от нежелательных последствий применения этих ядов гормональных. Спасибо, Елена Борисовна. Я думаю, что он будет принят. Смотрите за информацией. Не уверена, что до конца этого года. Но в начале следующего года, думаю, да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok